Просто запрещено в нашей сети вываливаться вот за этот угол. Рты какие бывают. Самые красивые губы обычные, это очень симметричные, это те губы, которые просто можно поделить на три примерно одинаковые части. Примерно три одинаковые части это идеальные пухлые губы, которые всем нравятся, да? Но какие у нас бывают лица? Бывает вот такой маленький ротик, бывает наоборот вот такой бесконечно длинный рот и своя форма вот узкая, да, узкая и вытянутая. Мы никогда не сможем сделать вот такие губы, то есть есть куча вещей, которые только инъекционная косметология поправляются. Вот к нам пришли какие-нибудь губы, немножко они симметричные губы, мы тоже как рисуем. Если нету в голове прям четкого видения симметрии, то можно как и брови разбить на ровной линии, спокойно. Просто чтобы замерить, обычно вот эти вот, если скошен бантик, уехал в сторону, то и оно тоже вот так вот съехало часто бывает. И если прям ярко выраженный рельеф, и вот здесь вот, ну вот замечали, губы есть разные, да, здесь не борода. И вот такие губы есть, вот такие я люблю губы, они на них можно, это как открытая века, на них можно практически все. То есть у них нету яркой вот этой границы. Просто запрещено в нашей сети вываливаться вот за этот угол. Вот это не пройдет работа по критериям просто у нас, потому что есть внутри нашей сети критерии, по которым оценивается работа мастеров. Вот на этих губах можно очень много, можно изменить форму практически, ну, намного выйти на кожу лица, но, естественно, там без фанатизма. То есть как только у нас получается свет падает сверху вот сюда на губу, а здесь уже тень, а здесь он падает вот так вот везде почти равномерно, сглаженный рельеф. И то же самое на нижней губе. Если я здесь вывалюсь за валик, то этого видно не будет и будет в лучшем случае, когда она улыбается и кожа натягивается, у нее будет видно, что здесь что-то нарисовано, бессмысленная работа. Поэтому получается вот наша форма диктуется рельефом, в этом случае мы можем, а здесь мы можем почти все невероятные вещи творить с этими губами. Если вдруг есть проблемы, ну, вот, и нам надо сдвинуть вот эту вот арку купидона на центр, то получается мы можем тоже, как и на бровях, не очень много сделать. Мы можем немного вот сюда вылезти и, возможно, если прям серьезный случай, вот здесь немножко пройти телесным цветом, чтобы ее сгладить. Но это обсуждается и это крайне редко должно делаться. Что еще я не люблю, чтобы делали мастера, когда они вываливаются вот за эту линию, то есть она ведет вот эту линию, а здесь ей некуда прийти, и они вот резко заканчивают. То есть надо заканчивать линию губ, ну, хотя бы за миллиметр до ротовой щели окончания. Есть цветокроющие, есть полупрозрачные, есть техника, когда ты кладешь прозрачно, либо ты красишь помадный эффект. То есть если вы выходите за контур губ, вот, допустим, вот здесь, вот свой цвет губ идет вот здесь, да, а нам надо увеличить. И если я выйду вот сюда, то все вот это пространство должно прокрашено быть плотно. Это помадный прокрас только. И чаще всего, если мы увеличиваем, это должен быть еще и светлый цвет, никаких темных цветов. Плотный прокрас. Получается еще какая бывает такая тонкость. Вот здесь вот идет такая полосочка кожи, которая еще не кожа лица, но уже не кожа губ. И получается за счет нее почти все и работают, увеличиваются. Прям вот выходить на кожу лица, где уже поры, волоски, ну, я не вижу смысла тоже я как бы не рекомендую этого делать. Это некрасиво. Приходит клиент, а у него такой прям небольшой рот, и вот он заканчивается здесь. То есть если мы увеличим губы, то это получится такой рыбий ротик круглый. У меня была такая клиентка, да, да, маленький кругляшочек такой получается. И она пришла на консультацию, я говорю, у вас ваш вариант только, ну, как бы, надрезать. Я этого не буду делать. Ну, невозможно сделать все, что они хотят. Либо бывает вот таким клиентам мы объясняем, что это инъекционная косметология, чтобы вывернуть, сделать более пухлыми. Но сначала мы делаем идеальную форму, а потом они уже докалывают это. Сначала делается то, что держится дольше. Сначала мы делаем идеальный рисунок, потом они увеличивают уже это дело косметологии. Так, вот у нас вот такой рот, да, проблемный. Ну, это возрастные губы, и все выставляют, все выставляют красивые пухлые губы, которых они не меняли форму. Замечали? Что мы можем в этом случае сделать? Мы можем сделать более, во-первых, светлый цвет только. Никаких темных цветов, ярких цветов, красных ярких цветов. Что-то такое розово-персиковое, карамельное. Ну, зависит от типа кожи, которой цветы подходят, выбираем. Тут у нас идут еще вот такие вот брыли часто. Если их поднять, там еще вот так рот продлевается. Это вообще, я говорю, слушайте, ну, я ничего не могу с вами сделать хорошего. Причем у меня был мастер, который во время процедуры, вернее, они еще рисовали эскиз. Я подхожу, они нарисовали вот здесь такой маленький аккуратненький ротик, а щуки поднимаю, а там реально еще вот в два раза больше пустого места, как бы вот эта щель просто. Укругляем, увеличиваем, насколько это возможно. Причем, если у нас позволяет губа, да, если она ровная относительно. Мы увеличиваем, скругляем, насколько это возможно. И мы не можем закончить вот так, мы все-таки туда вытягиваем. Чтобы не было такого, что она улыбается, когда вот эта брыля поднимается вот сюда. А вот здесь вот так вот идет пустое место большое. То есть мы мягко сводим, насколько это возможно. И увеличиваем, насколько это возможно. Но надо понимать, что прям красивого не получится. Возможно, она не будет больше красить губы, да. Или они с возрастом теряют цвет, или они пятнистые становятся. То есть в этом случае мы помогаем, а так, ну, мы не всемогущие мы. У меня есть мастер, кстати. Она носила скобы, и она привыкла вот так вот разговаривать, когда они прячут зубы, потому что скобы. Она стеснялась, она сняла скобы, у нее идеальные зубы. И она продолжала вот так вот говорить. И у нее идеальные губы, если зафиксировать их. То есть мы что ей делали? Но это при условии, что тоже кожа и цвет губ помогают, как это, позволяют, когда они светлые, не контрастные, когда можно порисовать. Если губы бледные сами по себе, потому что как раз у нее такие были, как бы, такие светлые-светлые, то можно вот здесь вот, либо чуть-чуть даже не прокрашивать, ну, чтобы, для того, чтобы здесь немного вываливаться. А здесь мы вываливаемся на коже. То есть, опять-таки, как на веках. С расстояния в метр должно быть не видно. Немного, да. Там миллиметр, немного. Это как на бровях, это как коррекция, когда ты делаешь, когда пришли кривые брови. На пустом добавляешь, на там, где возможно, убираешь. Если они яркие, рельефные, если они сбоку вот такими смотрятся, ну, вот, бывают вот такие прям губы, и в то же время кривые, то, опять-таки, мы не всемогущие, ей нужно вот сюда будет много вколоть геля, чтобы эта вот часть выровнялась, и потом уже, возможно, ее прокрашивать. Либо сначала прокрасить, и тогда она идет к врачу, и он ей выравнивает эту линию. Потому что, получается, в тандеме с каким-нибудь косметологом хорошо работать. И самые красивые губы, это те, которые вот не надо менять форму. Когда ты просто изменил оттенок, и все.